Выбитые окна, разрушенный балкон, мебель и обломки валяются прямо на проезжей части. Взрыв в этой пятиэтажке на Мичурино прогремел около 14 часов. По словам очевидцев, его было слышно в нескольких кварталах от дома, а жильцов буквально подбросило в квартирах. Позже выяснилось, это был хлопок газа, разрушены две квартиры на последнем этаже. Есть и пострадавший, это мужчина, хозяин квартиры, в которой произошел взрыв. С многочисленными травами его увезли в ожоговый центр, а всех жильцов эвакуировали. Мы дома находились, очень, конечно, страшно, передать словами, что пришлось испытать. Сила, ну, огромный взрыв был. Мы живем на первом, но у нас, вот как у них, считайте, наискосок, у них пятый этаж, и все в наши окна летело. Думал, у меня окна просто выйдут на улицу вместе с дверями. Ну, ужасно, конечно. Повезло просто, что живы остались. Жильцы говорят, еще утром почувствовали запах газа в подъезде и сразу вызвали специалистов, но те, по их словам, ехали слишком долго. До того, как произошел взрыв, полтора часа мы вызывали всех, кого только можно. Приехали только газовики. 50 минут до взрыва были вызваны полиция. Никто не приехал, зато как произошел взрыв, все быстро приехали. Крайгазец заверяют, приехали они оперативно. Вот только в квартиру, из которой предположительно и шел, газ попасть не смогли, поэтому просто отключили газ и вызвали участкового. В этот момент раздался взрыв. Причины сейчас выясняются, но, как заявили специалисты, крайгаза в квартире был обрезан шланг. Три раза мы последним в эту квартиру не попадали, потому что нас не пускали. Но видите, какой контингент здесь проживает, сами видели. Шланг конкретно обрезан, поэтому здесь пенять только можно на, сами понимаете, на кого. У нас числится на лицевом счете женщина, видна мать, платит исправно, здесь претензий нет. С таких, чтобы звонков, бывает, что соседи часто звонят, если где-то неблагополучная семья. Но на данный момент, насколько я знаю, пока ничего не поступало. Полиции рассказывают, 51-летний хозяин квартиры, в которой произошел взрыв, стоит у них на учете. Он неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности. А в момент ЧП находился в состоянии алкогольного опьянения. И, как он заявил сотрудникам полиции, пытался покончить жизнь самоубийством, поэтому и перерезал шланг. С этим адресом проводили профилактическую работу. Гражданина привлекали к административной ответственности как по мелкому хулиганству, так и составляли на него административный протокол за употребление наркотических веществ. Однако оснований для выселения данного гражданина, так как он является собственником квартиры, до настоящего времени не было. Дом обесточили, а жильцов, которые лишились крыши над головой, обогревали в специально привезенном автобусе. На место происшествия приехал глава Красноярской Дхамак Булатов. По его словам, всем пострадавшим помощь будет оказана. У нас уже подобрано 18 комнат, муниципальных общежитий, куда мы предложим людям сейчас переехать. Кроме того, социальное учреждение «Родник» тоже сейчас готовит места для того, чтобы принять людей. Из визуального осмотра можно сделать вывод, что как минимум 9 квартир, либо жильцов 9 квартир, необходимо переселить. Возможно, больше, если специалисты сейчас скажут, что необходимо не только 4-й и 5-й этаж отселить, но и квартиры, которые находятся этажами ниже. Что будет с домом и жильцами, решат на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. В любом случае, помощь людям окажут, заверили городские власти. Ольга Тишинина, Всеволод Никитин, Александр Ловицкий, Александр Юрмошенко. Новости.